Hi everyone, today we're talking about t. Казалось бы, всё очень просто по-русски t или t, а по-английски такая же практически буква. На самом деле она произносится совершенно по-другому и мешает жить даже очень высоким уровнем, особенно тем, которым хочется говорить прям совсем как иностранец. Давайте послушаем разницу. Итак, смотрите, русское t – танк, английское – take. Как можно легко потренироваться? Беру бумажку, отрываю от неё кусочек и рву этот маленький кусочек ещё. Не благодарите за рецепт. Итак, тренируем русский t. Смотрите, прижимаю руку к подбородку. Что происходит с бумажкой? На максимум чуть-чуть подпрыгивает, но на самом деле ничего не происходит. Английский – t. Блин, теперь убираться. Ну, так вот, давайте тренироваться. Итак, беру бумажки и произнесу первое слово – take. Take. Улетели. Дальше беру бумажки. Следующее слово здесь у нас – t. Опять улетели. Беру третий раз. Три. Вообще, как выпульнули, да? Следующее у нас остаётся что? Ага, поворот остаётся. И телефон. Терн. Угу. И остаётся телефон. Вот как. С русским звуком то и такого не происходит. Я вас очень прошу потренировать с бумажками то же самое дома. Написать внизу, какое слово было самое сложное. А мои студенты, мы с вами сегодня, завтра и вообще на этой неделе поговорим об этом звуке. Я вас прошу это подготовить в качестве домашнего задания. И, собственно, поплюёмся бумажками. Готовьте веники и совочки. Готовьте веники.